Ну он тоже вот так вот на вас несколько похожий, весь в заплатах, весь такой. А кто? Володя Пащенко. Ни документов нет у него ничего, как вот подобрали его. Ну вот подобрали, нашли они у него лежали где, кое-как нашли. Так это опять же Лена настояла, чтобы у него был полис. Он не был, я никогда не обращался. Она настояла, и вот как все вовремя. Мы все нужны друг другу. И вот какая обстановка вчера была, ногу повредила, это нельзя придумать даже как. Мы решили убрать, которые провода идут среди деревьев. Ну деревьев-то не положено это делать. Ну и в одном месте как будто бы из одного большого пня растут где-то там 8 или 9, по 20 сантиметров клен. И прямо над проводами. Ну мы залезли в большую лестницу, там 6-метровую. Вверху закрепили, за другое дерево, альпийская веревка. Все сделали как положено. Уже знаем как. Отпилили, отпилили, а она это, маленько в середине находится. Она зависла на веревке, теперь нам надо ее повернуть и уронить. А повернуть никак. У нее комень находится среди других, которые растут. Они из одного гнезда растут. Никак. А ее зажало, они там друг друга-то сходятся. Вот так вот деревья-то выходят. И вот в этот промежуток, вот в этот вот зажало. Мы стали вытаскивать. Никак. Ты давай слеги разные искать. И пока я крутился, Володя решил туда в эту ногу поставил, туда вовнутрь это гнездо-то в это. И стал поднимать. Поднимать-то начало. Она же на веревке. Веревка-то не дает. Она же висит на веревке теперь. Уже отпилена полностью. Ну и она назад пошла. Назад я слышал, он закричал. Она его там и давнула. Ему отступать-то некуда. Нога стоит. А я в это время ищу другую слегу. Я даже не видал, как это было. Что ж ты сделал-то? Так еще работал до обеда. Еще работал после этого. И только вышел после обеда. Я, говорит, не могу. Нога не дает вступать. Я, говорит, ты пощупай, Володу. Может, сломал еще. Не знаю. А дальше уже началось это. Пока в гипс положили. Ты-то расскажи, что с тобой. Со мной? Ну. Еще вот я все. Ну, где ты там был-то? Звонил вчера Никита. Мне. Я говорю, что, Никита? Да, понимаешь, у нас такая ситуация. Не знаю, как вот это разрулить что-то там. Я не мог дождаться. Я выключил телефон. Ну, просто можно было сказать. Два слова. Два слова. Нет. У нас такая ситуация, как вот это не знаю. Он любит, знаешь, это. Назад краснобайством заниматься. Я не мог дождаться. Все. Ничего. Ты-то где? В траве. В прошлый раз была железяка не видала. Ударился. А сейчас как? Где? А что? Ну, ты ехал в траве-то, когда-то, говоришь. Это же давно было. Прошло все уже. Ну, а в этот раз-то как так? Ну, этот раз уже прошло все. Где ты ехал? Как упал-то? Ну, сейчас еще. Как ехал, где упал? Иди. Ну, я вот сколько раз падал из-за чего-то. Обернулся. В это время впереди палка большая. И по перью вот так, наискосок. Ну, и по... Я с собакой. У меня собака на поводке. Я одной рукой рулю, другой собачка. Она рядом бежит. Всегда хорошо. А это через дорогу или мышка, или лягушка как прыгнула. Она как за ней как прыгнула. Меня дернула. За кем прыгнула-то? Ну, что-то лягушка что-ли через дорогу прыгнула. Ну, я с велосипеда лопнулся. И никуда. Упал на землю? Ну, да. А куда они? Или на велосипед? Ну, я откуда сейчас еще не помню. На велосипед, наверное, там. Ну, и почувствовал сразу боль. Ну, конечно. Ну, и что теперь признали? Ничего. Все нормально. А, говорит, ребро сломал. Ну, оно уже сросло сейчас. За одну ночь? Да почему за одну? Время-то уж прошло больше недели. А-а-а. Я ничего не знал. Ну... Это я ездил вчера зубы вставлять. О-о-о, так с тобой теперь разговаривать опасно. Палец в рот теперь не клади мне. А-а-а. Откушу. Понятно. Ну, я так и не понял, какое совещание в архиереи это в Москве? Там что? Откуда я знаю, что мне доказывают? Ну, может быть, заранее где-то известно. Я не знаю. Ну, командировка вызвали и все. А-а-а. Ничего не докладываю. Ну, может быть, какие-то там решения, все боятся чего. Я не знаю, ничего. Я меня эти подробности неизвестны. С католиками соединять сюда. Он позвонил, сказал, что я не могу. Говорит, у меня командировка срочная. И все. Извинился, что... Ну, понятно. Не можно. Все. Приедут батюшки, там приедут. Из епархии. Ну так, мы тебя заболящего теперь пропускаем. Да все, уже можно. И Володя тоже. Володя сидит, нога лежит на скамейке. Отдохнет хоть. И как, от чувства самосохранения нет. Как ты мог ногу поставить, когда отступать некуда? У тебя всегда должны быть пути отступления. Поставил ногу, как в чашку. Там деревья, да все вот так кустом вот так вот растут. И он туда, в эту... Бывает, что ты думаешь так, а оно не так получается иногда. Ну да. Ну вот. Мы столько много убрали, главное. Осталось закончить только там. Совсем рядом к концу стояли. И вот теперь отступилось. И научили все это, которые завешены деревьями. Мы могли бы такие деньги зарабатывать на этом. Вас вовремя просто остановил. А он Сергей Бургин-то, дьякон-то, в Мельбурге был, говорит. Утром, говорит, два часа, говорит, в один конец утром идти. Деревья где-то подпиливать. И он бегу, говорит, и бегу. Наконец добегу, говорит, и на заработках был. Ну да. Наши ребята везде нужны. Да. Так, теперь надо с Игорем... Ты трубы-то мне как-то привез бы туда. Да как их привезти? Да они легкие, их так принести можно. Как, на чем, на велосипеде? Да почему, на руках. Никита пасет. Володя лежит. Садись, пойдем, поехали. Ну выключай, садись. Что ты...